здравствуйте дорогие друзья с вами программа выбор с прицелом и я ведущий михаил ярин сегодня у нас при цели то без чего не может обойтись ни одно оружие сегодня мы будем говорить об инструментах и химии для чистки и ухода за оружием с нами в студии эксперт компании лазер трейдинг камерин евгений я не приветствую добрый день оружие любит ласку чистку и смазку и так начинаем начнем я так полагаю мы с инструментария который здесь присутствует основной как не крутите краеугольный камень любой чистки это является собственно говоря шампал то есть тот инструмент без которого ни один охотник не может содержать чистоте свое оружие подобаем соответственно качестве шампала бывают разные целиковые вот представленные у нас варианты различные калибры различные оплетки различные материалы соответственно здесь можем представить у нас есть алюминиевый латунный есть вот опять же лидер мировом рынке это стальная шампал нейлоновой оплетки который не портит собственно нарезок и имеет такую ручку которая полностью отцентрована она находится на подшипнике чуть попозже расскажу для чего это сделано но имеет очень важное значение соответственно как повторюсь есть шампала целиковые есть серия разборных так называемых полевых шампалов вот то есть это вот такие наборчики из трех четырех колен которые в результате собираются и становятся длинными и бывают вот такие трехсоставные четырехсоставные разборные шампала вопрос сразу же сколько шампалов нужно иметь трюку все зависит от того какую практику ведет стрелок либо это рядовой охотник которому в принципе требуется у него два оружия например гладкой нарезной и соответственно ему в идеале понадобится два шампала под свои калибры длинные вот и желательно также два полевых разборных который он всегда может взять с собой поле в рюкзак которые не займут много места и смогут выручивать если случится какая-то ситуация на современном рынке существует очень большой выбор фирм которые производят эти шампала то есть мы представляем привозим в россию такие мировые бренды это как девай скоро будем привозить типтон стил крин это производители которые в принципе отвечают сейчас основным мировым требованиям к уходу и чистке оружия вот передо мной лежит вот такой набор я попрошу нашего эксперта чтобы он нам рассказал про него очень нужный очень важный набор это безусловно то тонкая вещь из которой на первый взгляд многие еще не узнали что это такое вот это отвертки оружейные отвертки специальные с деревянной ручкой для разборки вот к ствольных и нарезных собственно ружей вот своей практике сталкивался с тем что болты которые используются производителями для закрепления ствольных коробок вот прикладок и прочее имеют очень длинные шлицы и просто отвинтить вещами и отвертками которые имеются дома невозможно то есть вот эти три отвертки они заменяют практически собой любые варианты откручивания любого производителя с помощью этих отверток можно отвинтить практически любые болты которые используются при сборке оружия дорогие друзья не экономьте отвертка из инструментального ящика не подойдет к вашей винтовке нужна специальная отвертка после основной части шомпола второй не менее основной части шомпола является то чем мы будем чистить наше оружие то что накручивается на шомпол то есть это ёршики всем известные ёршики которые бывают абсолютно разных видов соответственно всех калибров из разных материалов все возможных форм все зависит от производителя и непосредственно оружие которое мы собираемся чистить отличается процессе эксплуатации будем так говорить ёршик неизвестного производителя от ёршика производителя известного брендового безусловно то есть качество изготовления самого ёршика напрямую зависит от производителя если мы возьмем два одинаковых ёршика допустим пуховых неизвестного китайского безыменного производителя и возьмем производитель немецкой фирмы, допустим, ВФГ, которую мы также представляем в России. По эксплуатационным качествам китайский ёршик буквально после второй-третьей чистки от него остается просто сам стержень, на котором был пук. ВФГ до сих пор чистится уже второй-третий сезон, абсолютно хорошо себя чувствует. Это говорит о качестве материалов, которые используются при производстве. Сколько должно быть насадок, ну, такое, как бы, оптимальное количество в комплекте чистки, ну, к примеру, для клубкоствольного оружия. Помимо насадок таких, как, опять же, повторюсь, ёршики, существуют современные тенденции и более правильные чистки, такие, как, вот представлены на нашем столе патчи в виде лоскутков, да, квадратных лоскутков разных калибров. Это хлопковые, хлопковые патчи, то есть они предназначены для нанесения различных составов внутрь канала ствола, протирки и вычищения насухо, собственно, канала ствола. И существуют фетровые патчи, которые также применяются для очистки. Для очистки канала ствола, для смазки, для финишной прогонки насухо. Вот. Это такая своеобразная альтернатива вот этим нашим старым, добрым ёршикам. Физическое применение при чистке оружия, оно пока не сошло на нет и всё равно требуется. Нам приходится использовать ёршики и патчи, и вот эти фетровые войлочные цилиндрики. Вслед от оболочки пули, который иногда наслаивается очень большим количеством на нарезах нарезного оружия, какая бы химия оружейной ни была, в результате всё равно требуется физическое воздействие. То есть щёткость, сдирать то, что нужно. И для этого, соответственно, нам помогают бронзовые стальные ёршики, которые прямо физически сдирают этот налёт с канала ствола. При этом ствол не повреждается внутрь? Нет. Так как твёрдость стали, из которых сделан собственством, гораздо выше, чем те же бронзовые ёршики. Я вижу перед собой две вот такие вставочки. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, для чего это? Это так называемая вторая часть, без которой чистка в данном случае нарезного оружия, качественная, правильная чистка нарезного оружия, представляется маловозможным. Это так называемая направляющая для шомпола, которым мы будем чистить нарезное оружие в данном случае. То есть она, если заметите, имеет примерно форму затвора болтового оружия. Соответственно, по логике она вставляется на место болта болтового затвора нашего оружия, которым будем чистить. Давайте продемонстрируем. У нас на столе стоит винтовка Wetherby, заставлен нашими партнерами. То есть вытаскиваем затвор, который, собственно, нуждается в чистке тоже, но это отдельная тема. И на его место вот ещё один вариант, который представили. Пластиковая направляющая, которую мы вставляем в канал вместо затвора. Всё. То есть у нас получается вот такой вариант, готовый для очистки. Для чего это необходимо? Когда вы вводите шомпол в канал ствола через пулеприемник. Соответственно, на конце шомпола у вас находятся либо ёршик, либо патчи, которые будут, собственно, являться чисткой. В то время как задняя часть шомпола у вас находится в подвешенном состоянии. Вы его держите рукой. И есть очень большая вероятность, что вы просто поцарапаете, попортите именно казенную часть пулеприемника. Потому что рука у вас будет ходить ходуном при чистке, и вот эта часть шомпола будет ёрзать по каналу ствола. Вот. Для того, чтобы этого избежать, надо зафиксировать заднюю часть шомпола. Для этого, собственно, и применяется направляющая. Вот. Вводим в канал. Всё. То есть шомпол у нас находится там, в неподвижном состоянии, именно относительно своей оси. То есть он не болтается внутри. Здесь он ещё болтается, внутри он уже находится в чётком подвижении. Он может двигаться только горизонтально, вдоль канала ствола. И, соответственно, при чистке. Вот. Направляющая нам помогает избежать таких вещей, как распространение химии, которая у нас уже отработана. То есть мы же не хотим, чтобы вся та грязь, которую мы вычищаем, была размазана по всему нашему оружию. Направляющая выполняет ещё одну функцию, как задерживание от отработанных уже химикатов внутри канала ствола. Которые мы выводим через дульник. Для нарезного оружия, именно на этом примере, можно показать работу фетровых патчей, которые мы представлены. Для Шомпола Дивей существуют свои родные, как мы уже показывали, ёршики. А также существуют переходники специально для вот этих наших фетровых патчей. Вот. Это представляет собой вот такую вот иглу, на которую одеваются уже вот такие вот патчи, которые бывают двух видов. Либо вот такие вот зелёненькие. Вот. Они с медной нитой. Либо просто белые, обычные, волочные, для более щадящей чистки канала ствола. В результате, в зависимости от химии, которую мы зайдём в ствол, будет его разгонять по каналу. Вот. И через направляющую мы всю конструкцию загоняем в наше оружие. Соответственно, да. Вот. Основной момент в чём. То есть сейчас, когда патч вышел наружу, правильно будет, взять отработанный патч, скрутить его с шомпола и вытащить шомпол обратно. Что оружие, особенно высокоточное оружие и, в принципе, нарезное оружие, которое дорого нам и мы хотим, чтобы оно служило нам своей кучностью, своей стрельбой, чистится только в одном направлении. То есть по ходу движения поля. От патронника к гульному среду. Для гладкоствольных шомполов, собственно, это не предусмотрено. Здесь ручка не двигается. Евгений, вот такие вот замечательные кривые щёточки. Для чего они? В арсенале каждого охотника существует очень много хитрых приспособлений. Вот такой наборчик специальных угловых щёточек. Вот, например, пистолет ГЛОК, предоставленный нашими друзьями. Вот. Имеет, собственно, если не полная разборка, нам требуется вытащить какие-то сор, либо веточки, либо что-то, вы его уронили. Вот этими щёточками вы легко вытащите любой сор из затворной группы, либо из магазина, то есть шахты магазина. И устраните проблему буквально за считанные секунды. Дорогие друзья, мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Выбор с прицелом». С нами эксперт компании «Лазер Трейдинг». Камелин Евгений. Сейчас мы приступаем к самому вкусному, к химии. И я так думаю, что пойдём непосредственно по процедуре чистки. Всё зависит от того, гладкое это оружие, либо нарезное. Но основные проблемы какие? Это продукты сгорания, распада пороха. Вот. То есть, гарь, копоть, остатки пыжей, контейнеров, которые прикипают в каналы ствола. Второе идёт, это след оболочки пули касательно нарезного оружия. То есть, это либо цинк, либо это свинец, либо это медь. То есть, это всё накладывает на себя большую толстую плёнку. И если чем чаще стреляют, тем толще и толще эта плёнка становится. И самое сложное, это продукты, которые буквально въедаются в сталь, из которого сделано оружие. Так как чудовищное давление при выстреле вгоняет в любую вот эти распады, продукты распада в любые поры, которые только возможно на микроскопическом уровне. То есть, в кристаллическую решётку. Здесь представлены основные мировые бренды оружейной химии. Такие, как Клевер, Бишвуд Кэсси, Канак Ройл, Свифт М-62, чистящие сольвенты, которые мы привозим в Россию, соответственно, специально для стрелков, которые хотят качественно, добротно чистить и ухаживать за своим оружием. Для начала, после охоты, вот, мы сталкиваемся с какой проблемой? То есть, нам надо ехать в город, вот, стволы, как обычно, они чищены. Желательно этот момент не упускать и успеть залить, так называемый, замочить канал ствола по дороге домой. То есть, для этого подходят такие лёгко-щелочные средства, которые есть, в принципе, на этом столе. Всемирно известный бренд – это Балистол. Универсальное оружейное масло Балистол Спрей. Создаёт защитную плёнку на поверхности металла, растворяет медь, свинец и тампан. Защищает и сохраняет любые натуральные деревянные изделия. Улучшает внешний вид дерева и защищает его от губительного воздействия влаги и насекомых. Идеальное масло как раз для ухода за оружием, многофункциональное. Вот, и если вы перед выездом домой, буквально, брызните в канал ствола немного масла, чтобы оно начало там работать, то при езде уже домой, вот, вы без труда очистите именно от копоти, от гари, от остатков пыжей контейнеров ствол. То есть, линейка по борьбе с тем или иными загрязнениями. Вот такие, например, как у Биршвит Кейси существует Ган Оил. Вот, линейка масла тоже имеет собой нейтральное масло, которое предназначено для ухода и чистки оружия под давление. Вот, Ган Шрабер, который вы держите в руках, идеально подходит для чистки ударно-спусковых механизмов, бойковой группы, затворной группы. Под своим высоким давлением он, буквально, выметает СОР. Состав для удаления любых видов загрязнений Боро Шрабер. Легко и безопасно удаляет любые виды загрязнений. Не содержит высокотоксичные ингредиенты, безопасен при использовании на металле. Содержит добавки, защищающие металл от ржавчины. На примере оружия, которое представлено у нас на стенде, представлено у нас группой компании Новообнинск, можно показать пример, как использовать вот такое замечательное средство, пенящийся гель, который разработан специально как для нарезных для гладкоствольных оружий. То есть в канал ствола вы заливаете с помощью вот такой насадочки, чтобы ни влево, ни вправо, никуда вы не промажете. Вот. Немного геля, который начинает пениться и заполняет весь простор, собственно, стволов. Препарат подходит для гладкоствольных и нарезных или только для гладкоствольных? Для гладкоствольных и для нарезных. Абсолютно одинаково. Каким образом бороться с омеднением канала ствола? Что у нас для этого здесь есть? Для этого существует группа сольвентов, так называемых очистителей-растворителей, которые призваны растворить под след от пули, которую он вставляет на нарезах на каналы ствола. В данном случае у нас на столе представлены четыре вида сольвентов. То есть 7.62 SWIFT в черной такой упаковочке, Roblo Solo Mill фирмы Clever и две модельки фирмы BATCH. Средство для очистки стволов SWIFT 7.62. Одно из лучших и наиболее мощных средств для борьбы с омеднением ствола. Используется с патчами или пластиковыми ёршиками. Средство BATCH BORI SHINE. Чистящий сольвент. Удаляет нагар по дну и в углах нарезов. Не является абразивом. С его помощью можно замачивать ствол на длительное время. Средство Roblo Solo Mill состоит из уникальных добавок, содержащих аммиак. Специальная формула позволяет растворять осадок из меди, тампака, цинка и свинца. Безопасно для стали, хрома и никеля. Все они призваны к одной цели, но имеют разную степень действий. То есть, мы можем сейчас уже видеть приблизительно воздействие на медную оболочку пули. Соответственно, так же она поступает внутри канала ствола. Дорогие друзья, мы в начале программы провели такой эксперимент. Мы взяли патч, смочили его сольвентом и положили в каждую вот такую вот посудинку по стандартной пуле калибра 7,62 винтовочной. И вот вы видите, как за 20 минут происходит реакция химическая и как начинает растворяться медь. Вот этот синий цвет, этот цвет растворенной меди. Соответственно, против каждой тарелочки стоит тот сольвент, который там используется. И вот я вижу, что вот SWIFT 7,62 и Shooter Choice это такие самые злые сольвенты. А вот старая добрая Робла как-то немножечко подкачала. Потому что, судя по патчу, процесс идет, но нет такой активности. Воздействие этих препаратов, оно различно. И отсюда вытекает разный способ применения. То есть, если SWIFT 7,62 мы используем где-то на 5-10-15 минут, не дольше в канале ствола, иначе это уже чревато, то Робла Соло Мил мы можем, как так называемое, замачивать ствол на часик, на полчасика, то есть свободно. И в течение этого периода мы можем не опасаться за сохранность, но в то же время быть уверен в полной очистке канала ствола. Тут маленький нюанс, надо быть аккуратными в чем, что ёршики, используемые при чистке сольвентами, то есть должны быть либо пластиковыми, либо должны быть стальными. То есть, но никак не бронзовыми, не латунными, так как именно для этого не предназначен растворять. Сольвент этот ёршик искушает. Вот у нас тут, кстати, есть образец. Вот этот ёршик. И вот мы видим, что он в сольвенте, и у нас уже сольвент становится синеньким. То есть потихонечку он его начинает подъедать. Только пластик или металл. Продолжаем. Почистили, удалили медь, удалили свинец, нагар, что следующее у нас идёт по технологии. Как только мы почистили сольвентами наше оружие, необходимо нейтрализовать воздействие этих препаратов, так как в них содержится аммиак, и это достаточно агрессивная среда. Для этого существует множество масел, но бесспорным лидером признана Кана Кройл. Это масло обладает сверх проникающим действием практически в кристаллическую структуру металла, вымывая из щелей, из всех кор, всю ту грязь, которая туда попала, и, соответственно, остатки нашего сольвента, которая уже растворена медь. Масло Кана Кройл с высокой проникающей способностью для чистки стволов оружия. Рекомендуется для удаления из ствола агрессивных составов, сольвентов и других растворителей меди-свинца. Это также масло может использоваться и просто для чистки гладкоствольного оружия, нарезного пистолета само по себе, так как, ещё раз, оно обладает очень высокой проникающей способностью. Расскажите, пожалуйста, нам про эту химию, которая, ну, принципиально отличается. То есть, если здесь у нас жидкость, здесь это масло, всё понятно, то здесь паста. Почему паста, для чего паста? Существует отдельная линия оружейной химии, то есть, не спрей, не масло, а именно в виде пасты. То есть, данные GB фирмы Brownless у нас используются для пуль, то есть, с молибденовым покрытием. Паста для чистки ствола GB Bore Cleaning Compound используется в качестве препарата, удаляющего наслоение цветных металлов с поверхности нарезов оружия. Полностью очищает канал ствола. Полировочная паста GB Bore Bright Bore Cleaner предназначена для быстрой и эффективной чистки. Используется для заключительной полировки ствола. Повышает точность, снижает сложность последующих очисток. Они также призваны сочистить тот защитный слой, который практически ничем нельзя убрать из канала ствола. Это пули с молибденовым покрытием. Оставляют очень жёсткий след. Соответственно, Bore Cleaner фирмы Brownless он вычищает, помимо всего перечисленного, ещё и остатки молибденового налёта, который практически ничем другим не исчистит. Соответственно, он также является достаточно агрессивным приспособлением, который в результате после очистки необходимо использовать второе средство, которое нейтрализует воздействие Bore Cleaner и полирует ствол для дальнейшего защиты канала ствола от воздействия также пороховой гари, от воздействия болочек пуль. То есть в дальнейшем, после применения этого средства, будет гораздо проще избавиться, так как канал ствола будет уже меньше загрязняться в силу того, чтобы была предварительная защита. Фирма ISO, американская фирма, которую мы также представляем на российском рынке, тоже выпустил ряд паст, предназначенных для очистки, для полировки и для ухода за оружием. То есть Bore Cleaner по аналогии тоже занимается тем, что снимает свинцовку, медь, тампак, то есть всю грязь, которая попадает в канал ствола. То есть они тоже идут в паре? Да. И, соответственно, одна без другой тоже смысла никакого не имеет? Да, так как применение агрессивного средства требует, соответственно, применения нейтрализующего средства. То есть это как закон. А вот эти вот тюбики, которые у нас лежат? Ганнекс 2000. То есть это та же фирма Clever, которая делает баллистол, но это масло с другими тактико-техническими характеристиками, скажем так. То есть масло, сохраняя свою вескость, не загустевает, не всплывается. При температурах от минус 50 до плюс 100 градусов. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. С нами был Евгений Камелин, эксперт компании Laser Trading. Евгений, спасибо. Пожалуйста. Оставайтесь с нами, держите оружие в чистоте. Дальше будет еще интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова